Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван, а это со мной Захар Федоров. Мы приветствуем вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об использовании такого удобрения, как печная зола. Печная зола является весьма непостоянной по составу субстанции. Она очень зависит от того, в каком режиме горели какие-то вещества и что именно там горело. Дерево, может быть початки кукурузы сердцевины, может быть какая-то солома, может быть что-то еще. Как бы там ни было, несмотря на непостоянство состава, она является достаточно ценным веществом для использования в садоводстве и огородничестве. Зола имеет щелочную реакцию. В ее состав входят значительное количество калия и кальция. В этой связи она широко используется для нейтрализации кислых почв. В отличие от аммиака, который также имеет щелочную реакцию, вот сейчас мы с Захаром приготовили такой антоциановый реагент, у нас неподалеку созревают ягоды черемухи, они содержат значительное количество антоциана. Вот мы их сварили в такой компот и получилась антоциановая вытяжка. Он вам сейчас продемонстрирует кислотность растворов, раствора уксуса, раствора аммиака и раствора золы, разливая. Я буду пока рассказывать дальше. Вот из-за того, что зола имеет щелочную реакцию, вот это вот так вот реагируют кислые растворы на тациан. Это вот реакция уксуса. Она соответственно используется для нейтрализации кислых почв. Хотя аммиак, вот сейчас вы видите, имеет щелочную реакцию, вот он окрашивается вот таким вот образом. Он плохой нейтрализатор кислых почв в силу того, что он быстро микробами превращается в нитраты, а которые в дальнейшем подкисляют почву. Поэтому аммиак как нейтрализатор кислых почв использовать нельзя. Лей смело. А вот золу можно. Ну, ты мог и ложечкой. Хорошо, молодец. Вот, видите, у них реакция, в общем-то, одинаковая на этот антоциановый реагент. Поскольку зола содержит большое количество нерастворимых в воде, но полезных растениям веществ, в том числе соединений кальция, не так уж рационально золу использовать в виде раствора. Достаточно большое количество ценных веществ остается нерастворенными вот в этом вот осадке. Но если вы используете, например, золу для подкормки томатов или огурцов, как источник калия и кальция, а не как нейтрализатор кислых почв, добавьте на стакан золы, растворенным в одном ведре воды, примерно 200 миллилитров уксуса. Тем самым вы растворите нерастворимые соединения кальция, мобилизуете их в раствор, польете таким раствором ваши растения, и они получат гораздо больше полезных веществ из золы, чем если бы вы просто растворили золу в воде. Следующий вопрос, который я хочу обсудить, что можно добавлять в такой раствор, с какими удобрениями совместима зола, и что можно еще растворить для подкормки огурцов и помидор. Можно услышать иногда заявление о том, что в растворе золы можно растворить амофоску. Вот давайте читать, что такое амофоска. Амофоска содержит дигидрофосфат аммония, сульфат аммония, сульфат кальция, диамоний гидрофосфат, гидрофосфат кальция. То есть он содержит достаточно значительное количество аммония. Что происходит с аммонием, с аммонийными солями, когда они попадают в щелочную среду? Ничего хорошего с ними не происходит. Из них улетучивается аммиак, поэтому смешивать зольные растворы, растворы золы с удобрениями, с сульфатом аммония, с амофоской, с другими удобрениями, в состав которых входят аммонийные компоненты. Нельзя, вы просто потеряете азот. Это очень плохо. Но в то же время можно смешивать с калий с сульфатом. Хотя для чего, если здесь калия и так хватает? Разве что для того, чтобы обогатить с сульфатами этот раствор. Поэтому будьте внимательны, не смешивайте несмешиваемые препараты, пользуйтесь золой правильно. Ее нужно примерно 500 грамм на квадратный метр вносить для нейтрализации кислых почв. И как я уже сказал, примерно стакан на ведро воды с добавлением небольшого количества уксуса, дать ему возможность прореагировать. Может быть даже какие-то пузырьки пойдут, карбонаты прореагируют. И после этого пролить ваши растения. Ими в таком виде зола будет использована самым рациональным способом. На этом мы с вами прощаемся. Всего хорошего! И вот маленький бонус по результатам борьбы с муравьями с помощью бетоксибацелина. Вот у меня муравьи дислоцируются вот в таких вот местах под камнями. В принципе, эта ситуация всем хорошо известна и в общем-то все с ней хорошо знакомы. Вот здесь у меня еще непаханное поле для работы. А сейчас я вам покажу, что у меня получилось там, где я сделал обработку. Восемь недель назад вот под этими вот камнями я сделал обработку бетоксибацелином. Я его нарастил дома на картофельном отваре. Подержал где-то с недельку в пластиковой бутылке, стряхивал, аэрировал и потом разводил по стакану на где-то ведро воды и по стакану, наверное, поливал и всем этим добром вот эти муравейники-камни. И вот смотрите, вот какие-то отдельные муравьишки бегают. Это муравьи-разведчики, они там есть. Но вот за восемь недель от момента внесения муравьи так здесь и не завелись. Причем пропали они здесь полностью через две недели после внесения препарата. В то же время там, где просто поливалась вода, муравьи как были, так и есть и здравствуют. Соответственно, по крайней мере, вот такой способ абсолютно является эффективным для того, чтобы уничтожить вот этих земляных муравьев, защитников тлей у себя на участке вот в таких вот местах.